Привет! Так, давайте, ребята, еще буквально минутки две, чтобы присоединились. Давно здесь эфиров не проводили. И напишите мне, пожалуйста, как меня слышно, как со звуком. А я сейчас посмотрю, когда у нас... И у нас должен быть эфир. Так, слышно, отлично. А эфир где? Сейчас я попробую найти что-то, и могу найти эфир, где у нас сейчас. Так, прошлое и будущее есть только в настоящем у нас. Так, у меня еще эфир в Ютубе не запустился, но слышно и отлично видно тебе. Все здорово. Клево. Так, ну, там просто, наверное, с опозданием идет на Ютубе эфир. Так, а я сейчас в чат еще скину вечную. Так, все здорово. Прошлое и будущее есть только в настоящем. Клево. Так, ну, там. Канкер селево-запозданием идет. Все. Так. Пока у нас нет вопросов. Я бы хотела, почему эту именно тему раскрываю, да? Почему именно прошлое и будущее есть только в настоящем? Вы, наверное, все неоднократно слышали такие высказывания, что надо жить в моменте. Только в моменте мы можем что-то ощутить, здесь и сейчас. И вот эти вот все наболевшие фразы, которые мы не очень понимаем, как они работают. Не совсем понимаем, что они значат, для чего они, чтобы что они. И когда начинают спрашивать, как бы, а что такое жить в моменте, что такое здесь и сейчас, то начинаются такие, наверное, банальности, которые вы слышали, да? Ну, это когда ты ощущаешь себя в присутствии, это когда ты понимаешь, что происходит в этот момент, это когда ты ощущаешь кожей этот ветер, когда ты ощущаешь и чувствуешь, как ты идешь, как твои ноги касаются земли. Когда ты, например, что-то там жестикулируешь, ты понимаешь, что происходит с твоими руками. И вот это вот бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да, это важно. Это важно понимать и осознавать. Но здесь, наверное... Сейчас опять все расцарапает. Вот такой вот у меня чудик. Это классно понимать и осознавать на каком-то этапе. Классно, когда вы возвращаетесь и начинаете жить эту жизнь, проживая ее своим физическим телом. И через физическое тело вы можете ощутить это присутствие. То есть нам же эта физика для чего-то нужна здесь, и она дана нам здесь именно для таких осознаний, чтобы здесь могли мы тактильно прочувствовать ту плотность, те объекты и субъекты, которые даны нам в этой плотности, в этом мире, в этой субстанции. И это здорово, когда мы это видим, осознаем, чувствуем, когда мы можем этим насладиться. Но насладиться мы этим можем, опять же, только в тех случаях, когда наше физическое тело идет с нами в ногу. Когда наше физическое тело позволяет нам сделать определенные вещи для нашего осознания. Точно так же, как и наше осознание, когда мы понимаем и осознаем, что и для чего нам нужно, оно отражается на нашем физическом теле. И мы прекрасно должны с вами понимать, мы можем себе врать сколько угодно, когда мы говорим, я толстый и я люблю свое тело, бодипозитив, все что угодно мы можем говорить. И действительно есть очень красивые полные люди, а они настолько бесподобны, у них такой свет внутри. Но до определенного момента, то есть на какой-то стадии искажения своего физического тела, физическое тело начинает оттягивать энергию на себя. Не давая осознать какие-то моменты в присутствии из-за состояния физического тела. Потому что, когда мы говорим, если человек, например, вот женщина, да, с очень красивыми формами, такая вся, у нее очень изящная фигура, то это, конечно же, клево. И это здорово. Но я здесь говорю, наверное, о том физическом изъяне, который присутствует у некоторых людей. Когда мы пытаемся себя обмануть, не исцелив свое физическое тело, а обмануть себя, что я и такая хороша. Когда человек рост 160 и вес 160, это ненормально. Ты можешь себя сколько угодно обманывать, но твоя физика будет тебя все равно вытягивать. Вытягивать в те состояния, из обмана в состояние обмана, в состояние непринятия себя и маскировки себя по разным причинам. И я это сейчас говорю не о физике, то есть я не хочу сейчас вот эту физику зацеплять. Это я говорю как раз о том состоянии, что такое присутствие. То есть мы присутствовать можем в моменте, только тогда, когда наше физическое тело по любым причинам, это касается не только полноты, но и те состояния, как, например, у меня была астма. И по этим причинам я тоже не могла выйти в состояние этой благости. Я не могла. Мое физическое тело мне не давало. Я не могла выйти в те состояния в здесь и сейчас осознанием. Но когда есть болезни, когда есть болевые ощущения, то твое тело тебя автоматически выбрасывает в здесь и сейчас физическим телом. То есть осознание в здесь и сейчас это одно, а через физическое тело мы можем принять осознание здесь и сейчас в моменте. Это абсолютно другое. И вот когда мы добиваемся с вами вот этого вот осознания, когда у нас идёт этот коннект, когда мы понимаем и осознанием, и физикой вот это вот чувствование момента, в момент здесь и сейчас, то с нами происходят абсолютно другие вещи. И это происходит просто космос. Только в здесь и сейчас мы можем осознать, увидеть, принять и прочувствовать, что нет прошлого, нет будущего, и есть только настоящее. И в настоящем моменте как раз и происходит весь этот космос, в настоящем моменте ты знаешь весь свой прожитый опыт. Весь свой прожитый опыт – это тот опыт, который может растягиваться на, ну, например, на 10 тысяч лет до нашей эры. Это тоже ты. Это здесь, в здесь и сейчас. В здесь и сейчас ты знаешь весь опыт свой. То есть что значит свой? Все твои предки, вся твоя генетическая структура, которая когда-либо появилась, неважно, кто-то 10 тысяч лет до нашей эры, кто-то 2000 лет до нашей эры, кто-то в нашем веке уже появился, не имеет значения. Весь этот генетический коктейль, он уже заложен в тебе. И только в моменте здесь и сейчас, в единении физики и осознания психики, ты можешь это всё брать, пользоваться во благо тому, что есть в тебе сейчас. И только в здесь и сейчас ты чётко будешь понимать, чётко будешь осознавать тот процесс, к которому ты идёшь, тот процесс, который будущее. Но если ты не находишься в моменте, тебя будет всё время выкидывать, либо в прошлое, которого не существует, для тебя не существует. То есть оно есть, априори оно есть, но ты его не можешь перепрожить по новой. Когда ты не здесь и сейчас, что значит ты не можешь перепрожить свой опыт по новой? То есть ты можешь вспомнить, что с тобой происходило. Ты можешь структурно, детально описать любой момент, который когда-либо с тобой происходил. Но перепрожить ты его уже не сможешь, потому что ты в тот момент был один, а в этот момент ты уже абсолютно другой. И ты не можешь вернуться к тому эмоциональному и чувствованию, которое у тебя было тогда, потому что ты не в моменте, потому что вся вот эта вот генетическая структура в тебе, она нарушена. Но когда ты идёшь к себе через осознание момента, то как раз вот всё это прошлое с тобой прожитое, либо с тобой в другом физическом теле, либо твоей всей родовой структуре, ты это можешь перепрожить абсолютно так же, потому что здесь и сейчас у тебя весь генетический коктейль, на сегодняшний день он заложен уже в тебе, он никуда не девается, он никуда не выжигается, он никуда не пропадает. И считать ты его можешь только в том состоянии, если ты находишься в полном коннекте физики и психики, в осознании этого процесса. Ребят, задавайте вопросы. Да, не привыкли к эфирам, отвыкли, вернее, от эфиров на инстаграме, вот, но будем, если сейчас хорошо сохранится эфир, вот я смотрю в ютубе тоже вроде как идёт без квадратиков, достаточно хорошо, будем делать одну неделю в инстаграме, одну неделю в телеграме, чтобы у нас вот по-разному, и то, что будет в телеграме, если не будет, вернее, эфиров в телеграме, то мы будем перезаливать из инстаграма и в телеграм тоже, чтобы там был полностью весь у нас, все эфиры, потому что непонятно, что случится у нас, да? Вот, ребят, задавайте вопросы, скажите, насколько понятно то, что я вам сказала. Если что-то нужно дополнить, что-то нужно пояснить, то я с огромным удовольствием это сделаю. Мне потому что очень важно, чтобы вы поняли, о чём я говорю, потому что это достаточно важно. Когда мы это осознаём, то тогда у нас есть понимание, к чему нам идти дальше, то есть когда мы осознаём вот эту вот всю мощь наших предков, всю мощь этого, этой генетической структуры, то мы тогда понимаем вообще, что мы здесь делаем и куда мы идём. И это такой космос, это все вот эти вот банальности, которые мы очень часто обсуждаем, они просто автоматически отваливаются. И у нас становится вот эта вот глобализация самого себя. Сон и еда выбрасывают из момента. Почему? Смотрите, ребят, сон и еда на определенном... Вот вообще давайте назовём тогда критерии еды. Если мы говорим там о пицце, о шашлыках, я не знаю, там о каких-нибудь борщах, то давайте мы это не будем называть едой. Если мы говорим о каком-то облегчённом питании, ну, предположим, сыроедное питание, да, то сыроедное питание, если оно достаточно грамотно выстроено, то нас не выкинет из этих состояний. Достаточно грамотно выстроено, это я говорю о таких моментах, когда мы не делаем из еды ритуальность. То есть что такое ритуальность едой? Это когда мы сначала себе составляем меню в голове. Ох, а что же я буду есть даже на выходе из сухих? Потом мы это приносим домой. Нам это нужно сходить купить. Нам это приносим домой. Мы из этого готовим. Мы потом садимся за стол. Потом это всё убираем со стола, моем посуду. И вот это вот такой процесс, который у нас длится большую часть нашего времени. Почему многие не могут выйти вообще на дни без еды? Потому что они не знают, куда это время девать. То есть день хорошо, а на второй день что мы будем делать? То есть это настолько встроено и укоренено в нашу жизнь, что мы не знаем, куда забить это время, куда его деть. И как раз мы в клубе Лайвруме делаем себе такие некоторые фишечки, которые закрываем вот эти вот моменты абсолютно другим чем-то. Но там очень важен временной фактор. То есть я сейчас не буду углубляться. Если хотите, присоединяйтесь в клуб Лайврум. И там мы обсуждаем всякие такие моменты. С огромным удовольствием. Вот у нас сегодня первый сухой день у ребят. То есть мы практически каждую неделю выходим на сухие дни. Если я никуда-нибудь не уезжаю, чтобы у меня был интернет. И там обсуждаем всякие вот эти вот моменты. Но что такое еда в моем понимании? Как я сейчас вижу еда? Еда это тот процесс, когда мы не зацикливаемся на еде. То есть это тот процесс, вы же не зацикливаетесь на том, как вы дышите. Что я вдыхаю такую-то композицию Менделеева. И вот эта вот композиция у меня расходится. Здесь она расходится по бронхам. Здесь она расходится по легким. Там у меня вот что-то там идет в кровь. Из крови там идет вот это. А потом я через такое-то время выдыхаю такую-то уже композицию Менделеева. Мы же об этом не задумываемся. Мы просто дышим. Просто дышим. И это просто есть тот процесс, о котором мы вообще не думаем. Мы о нем думаем только тогда, когда нам перекрывают кислород. В прямом и в переносном смысле. И еда это то же самое. То есть мы, если это еда, то она должна настолько быть естественным процессом. То есть прошел что-нибудь, расхапнул какой-нибудь там, я не знаю, фрукт, овощ. Все. И мы о нем не задумываемся. Вот это еда. И когда мы вот в таком режиме начинаем питаться, нас ниоткуда не выстегнет. Это нормальное будет состояние. На каком-то этапе. Потом она у вас отвалится, я вас, ребята, уверяю. Потом вам будет неинтересно это уже закидывать в себя. И вы поймете, что тело абсолютно может спокойно жить без пищи. Абсолютно спокойно. И может быть кто-нибудь замечал, а может быть даже большинство. Но вот я иногда детям говорю, если, например, я уехала по работе или еще. Я, например, могу позвонить и сказать, вы что-нибудь ели? И они в таком замешательстве, и они не могут вспомнить. То есть для них этого момента не существует. Даже если они покушали, для них это настолько незначимый процесс, что они на нем не акцентируют внимание своей жизни. И вот это вот правильное отношение к еде. И если мы переходим вот на такое питание, то вас с определенных состояний уже выбрасывать не будет. Но если вы пойдете дальше, то у вас она все равно отвалится, и да, она будет вам неинтересна, она будет неактуальна. Это уже будет другой процесс, который, ну, как бы, вы потом это сами увидите. Я не буду вам ничего говорить. Если кто пойдет дальше, вы все равно это увидите сами. Что касается сна, то со сном точно так же. То есть сон, он, чем больше вы идете, так скажем, в облегченное питание, либо внеедение, то он у вас будет отваливаться. То есть у вас не будет 4-5 часовых промежутков во сне. Он у вас будет минимальный, он у вас будет 2 часа, 20 минут. Не каждый день. И это будут вот такие вот процессы, и когда вы будете, то есть если у вас будет сон, например, 2-х часовой, то он будет после определенных вещей. То есть не просто потому, что вам нечего делать, и вы уснули. Этого уже не будет. Вы будете спать только после определенных вещей. После определенных вещей перезагрузки самого себя после каких-то некоторых процессов, которые я пока как бы умолчу. Да, у вас будут вот такие вот перезагрузочные часы по некоторым дням, по которым будет вот эти вот моменты приходить. Но это будет не каждый день. У вас не будет состояния, что вам нечего делать, вы пошли, легли и уснули. Даже если вы пошли и легли, вы не уснули. То есть будут у меня очень часто такие состояния, что я прям, я не могу, меня вообще просто рубит. Я думаю, блин, ну надо сходить тогда, ну как бы прилечь, поспать. И вот я ложусь, и мне хватает 10 минут не сна. Если я легла, например, в постель, хватает 10 минут, чтобы я там поёрзала, повошкалась. Всё, я отдохнула, я встала, пошла дальше. И сон этот, он проходит моментально. Ну как моментально, за 10 минут. То есть ты за эти 10 минут ты не засыпаешь. То есть сон приходит после только определённых состояний перезагрузки, которые не связаны с утренним, либо то, что там вечер наступил, или ночь наступил, или то, что тебе нечего делать. Нет, это уже физиология. То, что тебе нечего делать, это никак не отразится на том, что ты спишь или не спишь. Это вообще уже абсолютно другие процессы. Светлана. После одной бессонной ночи наблюдаются ли спецэффекты, или идти дальше? 4 дня сухого и 1 день не спания. Глусенька, привет! Смотрите, если вы... Я по себе могу сказать... Добрый вечер. Я по себе могу сказать, если я механически убирала сон, то есть я прям делала что-то, чтобы не уснуть, у меня приходили какие-то спецэффекты, но они были такие же искусственные, как убирание, и как искусственное убирание сна. Они были... Они не были завораживающие. Да, я понимала, что моё физическое тело способно на такое... То есть когда это изначально ко мне приходило, я думала, вау, нифига себе, вот это круто, вот это клёво. Но когда ко мне пришёл... Когда у меня начались состояния, когда... И поэтому я... Когда я... Все, поехала, да? Вы никогда не словите те состояния кайфовые на искусственном... На искусственном отключении сна. Вот. Поэтому самое идеальное – это... Когда у вас это состояние само по себе приходит. Как осознать себя в моменте, здесь и сейчас? Наверное, эфира сейчас не хватит, потому что я бы хотела сделать этот эфир не такой длинный, чтобы понять, вообще сохранится он или нет. Давайте поотвечаю. Так, как вы относитесь к операциям? Но если операции эти жизненно необходимы для каких-то определённых моментов, то как бы почему бы и нет? Если вы говорите об операциях каких-то... Операции красоты, не знаю, там... Когда себя начинают перепрошивать люди, чтобы быть более красивыми по их мнению, то если им так хочется, то, пожалуйста, я понимаю, что я бы в себя ничего бы не вкачала. Для меня это... Ну, как минимум на данный момент неприемлемый вариант. Когда в моменте вспоминается род, это как информация о ДНК, способностях, как-то она ощущается и как её применить? Да, конечно, ощущается. Она... Как её применить? У вас всё это раскроется. Ну, представляете? У вас открывается вся память вашего рода. Вашего рода. Это много веков за вашими плечами. Во-первых, когда открывается ваш род, это я в четверг на Автополстаре, наверное, сделаю эфир, как раз вот о раскрытии ДНК. Когда вы приходите, когда вы уже готовы прийти к тому состоянию, чтобы открыть генетическую клетку вашего рода, когда вы готовы принять и ощутить те состояния, что такое род, который стоит за вами, то у вас не будет никогда больше ощущения, что вы что-то не можете. У вас не будет состояния обесценивания себя. У вас не будет состояния нелюбви к себе. Вы будете настолько полным, что это тотальное покружение в самого себя, потому что ты и есть твой род. Ты не можешь уже обесценить целая гвардия мудрецов, которая стоит за тобой. Ты это не можешь обесценить. То есть ты понимаешь, что ты настолько многогранен, и каждая эта грань, она просто выпьем, ты просто берешь любой аспект, любой момент, который тебя интересует, и ты знаешь вот об этом все, ты знаешь вот это вот досконально, ты знаешь вот это, ты знаешь вот это. Но это тебя не утяжеляет, то есть ты не становишься тяжелым под этими знаниями. Ты и есть эти знания. И это очень сложно передать, конвертировать вот это вот состояние на физические слова. Но если это приходит, с этим уже ты это сразу же чувствуешь. И это приходит только, когда ты готов, когда ты готов это все вообще принять и вообще в себе это вместить. Почему я всегда говорю, что я не гуру? Нет гуру. Ребят, если вы за кем-то пошли, вы всегда пошли за кем-то, все время будете смотреть кому-то в жопу. Но если вы идете под руку с кем-то, к чему я и призываюсь, не за мной идти, со мной идти, с кем-то идти, еще с кем-то. Если кто-то вам резонирует на данный момент, если вы понимаете, что вот этот человек там на сегодняшний день вам открывает вот этот момент, завтра он может быть не будет открывать вам эти моменты, может быть уже другой человек, а вы кому-то открываете. И когда вы идете вместе, не за кем-то, а вместе, вы понимаете, что вы такая силища, у вас только вообще, у вас целый космос, в каждом из вас целый космос. Нет такого человека, который вот этот вот, он вообще нулевой, а вот этот вот такой вот. Вы все космос, просто каждый раскрывается, когда он готов на определенном этапе. И представляете, вот у меня есть вот такие вот знания, там просто они могучие, 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 могущественные. У вас есть вот такие знания, там просто целый космос. У кого-то есть еще там, это вообще целая вселенная. И когда мы все единяемся, то мы становимся истинным бытием. То есть другого уже не будет. Это вот все, это настолько, ну я не буду сейчас заморачиваться туда уходить, потому что это нужно прямо прочувствовать. Это как раз мы будем вот на ретрите, который будет в сентябре, это мы будем все вот это вот проходить и смотреть за свой род. То есть это, вот эту вот клетку открывать, потому что в нашей клетке вот этот род, то есть мы его можем открыть как механически, то есть как через физическое тело, так и через осознание. А когда у нас это мы готовы это уже вот сконнектить, это все. Вы просто становитесь, как говорят, сверхчеловек. Вы становитесь этим сверхчеловеком. Потому что вы есть, что значит сверхчеловек? Вы становитесь человеком, с большой буквы человеком. То есть до человека нам дойти-то, нас многие, до них смотришь, а там в нем человека-то нет. Он настолько обесценил все вот это, что стоит за ним, что ему нужно сначала вот это вот все прийти, раскрутить обратно, потом стать человеком, но только когда он становится человеком, он раскрывается, потому что за ним просто вся в силе. За каждым из вас, ребят. Даже если на сегодняшний день какой-то вообще непонятный там, с которым там, мне говорят, с ним не о чем поговорить, с ним нет. Возможно. Но я его никогда не раскрою, если он сам не захочет. Но если он сам захочет, то я ему покажу, как ему раскрыться. Потому что каждый из вас может полностью распечататься. Это просто такие, это такая глобализация в каждом из вас. Это, я когда говорю, мне просто вообще, у меня аж мурашки. Вы не представляете, что происходит на ретритах, когда люди начинают раскрываться, когда ребята начинают просто понимать, что это можно, что это он и есть. И когда вот это вот идет раскрытие, там просто такая энергия идет, такая волна идет. Почему я как-то с собой вожу иногда? Потому что он смягчает эту энергию. Потому что когда идет вот этот вот взрыв, там телефоны ломаются, там, ну это вообще естественный процесс, да, там, лампочки начинают мигать, там, если там что-то, там, вплоть до того, что вот мы ушли, наше пространство, там ливень почистил, мы пришли, ливня уже нет. То есть все. И каждый этот момент, он максимальный, вот, настолько вот прям бомбический. Потому что, когда ты понимаешь, что ты и есть вот этот вот космос, и тебе не нужен никакой гуру-то в тебе, в тебе такие гуру сидят, что там вообще кошмар какой. Тебе просто их нужно правильно принять и правильно раскрыть. Вот и все. Как теоретически достигается бессмертие или очень долгая жизнь, сотни лет? Как имеется тело по структуре? Спасибо, вы обладаете. Не отрывайте глаз. Спасибо большое, Лиза. Как теоретически достигается бессмертие? Ребят, когда у вас идет осознание вот этих вот процессов, тогда идет осознание, что вы вечны, вы не можете, ну, как бы вам не нужно умирать. И я говорю про неумирание в физическом теле, не в психологическом, то, что там вот я, душа осталась, а тело там сменил, мерность сменил. Нет, мы можем в своем физическом теле, просто есть определенные процессы, почему-то, некоторые люди говорят, вот я достиг там того-то, и вдруг он умер. Не вдруг он умер. Там и происходит другой процесс, и он это осознанно сделал, он осознанно ушел из этого, из этой плотности, потому что в другой плотности там есть немножечко другое. Ну, вы знаете, да, что меня уже YouTube закрывали, вот, поэтому я многие вещи, как бы, не хотела бы в открытых эфирах говорить, но мы обо всем этом сможем поговорить либо на марафонах, либо на ретритах, вот, если кому-то интересно. Свет, я, а тебя не клонит сон ночью, если ты читаешь, или ты не читаешь по ночам? Нет, я читаю по ночам. Бывает, что я читаю, нет, не клонит, но бывает такое, что вот вроде хочется спать, вот я говорю, вот ты там убираешь, можешь убрать книжку, можешь выключить свет, и тебе хватает 10 минут вот в тишине полежать, и всё, у тебя идёт перезагрузка, но в сон не вырубает. Вот у меня очень, у меня в сон вырубают после дольменов, но там идёт прямо структурная чистка у меня идёт, у меня идёт как перезагрузка, перезагрузка новой информации. И тогда я сплю, да. Вот, бывает по 2 часа, бывает даже в последний раз 4 часа, но мы, 4 часа я спала, это когда я целый день, мы с утра и до вечера были вот на разных-разных дольменах, вот, и тогда меня вырубило, конечно, на 4 часа, но потом я приехала, неделю у меня не было сна, вот, то есть мне это хватило на 7 дней, вот такого сна, поэтому по-разному, абсолютно по-разному, но такого, что прям уже как раньше, вот что ты читаешь, и прям всё, такого, как правило, нет. Светочка сегодня очень красивая, спасибо, она всегда красивая, она не может быть некрасивая, просто сегодня она красивая, вашему чему-то. Вы просветлели, по-моему. Здорово, здорово, если это так, но я ещё раз говорю, что это доступно абсолютно всем, и если вы туда идёте, в познание себя, если вы готовы не просто познать себя, не просто стать вот этим вот просветлённым, да, который вот может там рассказать про то, про то, про то, а если вы ещё и хотите идти дальше и принять свой род, который просто стоит, вообще род у каждого стоит за каждым, просто огромной, огромной мощью, и они просто безмолвно ждут, когда вы готовы будете принять всю вот эту вот мощь, все вот эти вот знания, весь вот этот вот космос. И когда вы готовы становитесь, то когда вы принимаете, вообще не представляете, какое состояние внутри вас, вы просто понимаете, что вы можете абсолютно всё. В этой плотности и ещё в двух плотностях вы можете абсолютно всё. и вот это состояние, оно, его ни с чем не спутать, оно настолько, оно настолько глубокое, оно настолько глобальное, оно настолько благостное, и вот это вот основа всего, что вы можете потом на него нанизать. и это великолепно. Да, ребят, задавайте вопросы, если вопросов нет, то я буду сохранять эфир, и можете сейчас писать вопросы и в Инстаграм, и в Телеграм. Ещё раз давайте повторю, что у нас будут сейчас эфиры одну неделю в Телеграм, одну неделю в Инстаграм. Но сейчас вот в Инстаграм, если хорошо сохранится, пока мы будем в Инстаграм, я попробую несколько недель через Инстаграм вести эфиры, чтобы обратно все, кто потерял, чтобы они обратно все присоединялись. Вот, потому что многие, к сожалению, даже не знали, что у нас в Телеграме есть канал. Мне уже об этом написали, да, когда я начала его. Сейчас вроде Инстаграм у меня заработал, не знаю, как это будет, насколько долго, насколько... Но я надеюсь, что пока будет. Вот, и ещё, ребят, я скоро поеду на Эльбрус, на восхождение, и там я для вас проведу эфир с очень интересными людьми. Но пока я не буду говорить, кто это будет, потому что всяко может учиться, может, кто-то не приедет, может, что вы будете ждать. Поэтому просто, ну, на Эльбрус срочно поеду. Вот, и оттуда точно вам буду показывать невероятные красоты. Вы чувствуете физическую усталость, как на еде было? Да, там по-другому уже. Если она есть физическая усталость, можно вообще эту физическую усталость снять в холодную воду заходите, холодное море. У меня же здесь моречка. Я бывает, что ночью хожу, купаюсь. Холодная вода, холодный душ. И буквально минут 10-15 полежать, и всё. Ну, может быть, у меня не было такой физической усталости, после которой я прям не могла. Сильно у меня какая-то была. То есть вот вся физическая усталость у меня как-то либо через холодную воду, либо холодный душ и там, ну, полежать 10-15 минут. А так как-то уже, уже, уже такого нет, что вот, знаешь, ты сидишь, сидишь, бывает там, раньше придешь там с работы, например, или еще. И вот бывает, что сядешь там в кресло, и ты понимаешь, что ты не можешь не двинуть ни рукой, ни ногой, что тебе уже ничего не хочется, что ты даже не можешь элементарно в душ сходить, потому что ты такой уставший. Вот этих состояний у меня уже очень давно нет. И я за это, мне это очень приятно. А зачем вам надо восхождение на Эльбрус? Во-первых, я там не была никогда. Да, мне интересно. И там будут очень интересные, красивые люди. И мне кажется, это здорово. Это первый момент. И второй момент, там будет тоже своеобразное раскрытие. Раскрытие меня. И я вам обязательно потом тоже это расскажу. Пока не буду говорить, чтобы не быть голословной, потому что это мои предположения. А как оно будет, я потом вам расскажу. Чтобы не было такого, что я думала так, а было так. Я просто сразу же расскажу, как оно есть. все. Все, тогда внимаю, ребят, и буду сохранять эфир. Все, благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok